Перед Олимпиадой здесь РЖД было поручено построить жилой фонд для волонтеров. Узнав историю возникновения этого микрорайона, глава города сразу переходит к рабочим вопросам. Что нужно людям для комфортной жизни? Транспортную логистику необходимо выстраивать в первую очередь, замечает мэр. Как оказалось, инвестор совместно с районной администрацией уже ищет решения. Их несколько. Вот это вот дома, вы видите, гаражные кооперативы, это верх Макаренко, Вишневая, уже центральный район. То есть можно соединить ее раз, это минимальные последствия. А вот эстакаду мы видим, это идеальный сценарий, они тоже его рассматривают, именно инвестор, чтобы он построил примыкание. Алексей Копайгородский напоминает подчиненным об автобусных остановках. Нужно составить и удобный транспортный маршрут. Не остался в стороне и вопрос коммунальных сетей. В селе Раздольное уже давно существует проблема с водоснабжением и канализацией. Водоканали пообещали решить их в ближайшем будущем, но обратили внимание на проблему. На данном этапе этот вопрос прорабатывается. Дать четкого заключения, хватит или не хватит, не представляется возможно, так мы не понимаем объемы, которые не у нас будут в потенциале. Новый микрорайон будет крупным, отмечают собравшиеся, а значит нужна полноценная социальная инфраструктура соответствующего масштаба. Муниципалитет уже зарезервировал участок под строительство новых образовательных учреждений, а инвестор готов их построить, заявила руководитель городского управления образования Ольга Медведева. Школа на 275 мест и детский сад на 80 мест – это максимальная возможность посадки. Недостаточно проектной мощности для этого объема. Одна школа не лишняя, но этого не просто недостаточно, этого крайне недостаточно. Школу планируют построить к 2022 году, но уже сейчас городоначальник поручил департаменту архитектуры найти еще один участок земли по соседству с микрорайоном, где можно будет возвести аналогичное заведение на 1200 мест, а также два детских сада. Мы делаем быстро оперативную группу, чтобы уже сегодня понимать и убедить, и довести до инвестора, потому что такое количество малых мест для наших детей, оно крайне недостаточно на всю эту комплексную застройку. О бытовых проблемах сельчан говорили и с одним из старейших жителей микрорайона. Свой 90-й день рождения Дмитрий Лихацкий встречает в бодром расположении духа. Поздравляя ветерана, Алексей Копайгородский отметил, что жизненный путь такого человека – это ценный опыт для молодого поколения. Который нужно передавать. Наши дети, они всегда понимали, через что вам пришлось пройти, через какие трудности, через какой жизненный серьезный путь пришлось пройти. И самое главное, чтобы они знали цену свободы, чтобы они понимали, что мир на небо благодаря таким людям, как вы, благодаря той системе, тем вашим товарищам, которые всегда были рядом с вами. Для нас это очень важно и ценно. Диалог с мэром развернулся и на сходе жителей микрорайона. Люди рассказали главе города о своих проблемах. Простые решали сразу на месте. Сложные вошли в перечень для рассмотрения в ближайшее время. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сложность на отработать. Здесь и депутатский... Галина Моисеев. Сложность на отработать.